А вы в курсе, что существует около 20 видов опасных природных явлений, которые характерны для города Сочи. И около третья из них можно отнести к категории повышенной опасности. Это и землетрясения, и оползни, и наводнения, и смерчи, снежные лавины, штормы, ураганы. Как обезопасить себя от природных и техногенных катастроф, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Ну и что делают городские власти для того, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации и минимизировать и ликвидировать их последствия. Расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова, в этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Владимир Кондратенко. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Ну и в начале нашей программы хотелось бы поговорить о работе вашего управления, какие цели и задачи оно сегодня преследует и решает. Наше управление, управление гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи является постоянно действующим органом муниципального уровня территориальной подсистемы, единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. Также мы специально уполномоченный орган на действия в работе по гражданской обороне, по чрезвычайным ситуациям. Мы координируем действия, оказываем методическую помощь организациям, предприятиям. Также отраслевым, функциональным, территориальным органам, оказываем методическую помощь. В рамках выполнения плана основных мероприятий в 2016 году Управление гражданской обороны провело ряд мероприятий, в том числе 4 комплексных учений, 31 командно-штабное учение, тактик специальных, 12-43 объектовые тренировки. На учениях и тренировках было задействовано около 7 тысяч человек. Особенно хочется отметить такие организации, предприятия, как ФГБУ Объединенные санатории Русь, ООО «Сочи-Холод», ООО «Сочинская ТЭС». В ходе плановых занятий, тренировок мы отрабатываем наращивание усилий, поэтапное наращивание знаний, навыков и так далее. Мы также работаем, проводится учебно-методическая работа со специалистами гражданской обороны и чрезвычайной ситуацией всех организаций и предприятий. Для Сочи характерны, не очень приятные природные явления, штормы сильные, ураганный ветер, наводнения. О том, что на город надвигается стихия, мы знаем заранее. Как оповещается население города? Какие есть способы? У нас сирены включаются при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Они включаются по прямому указанию председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации пожарной безопасности города, главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова, либо по прямому указанию Центра управления кризисной ситуацией края МЧС России. Звуковой сигнал означает «Внимание всем». При включении региональных систем РОСЦО, это регионально автоматизированная система централизованного оповещения, сирены С-40, которая находится на территории, в количестве 21 единицы на территории города Сочи. Необходимо включить телевизионные вещатели на канал Кубань-24, беспроводное радио, это первое радио, и проводное радио России, и слушать сообщения соответствующие. При включении муниципальных систем оповещения сиреноречевых установок, необходимо после сигнала «Внимание всем!» прослушать сообщения. А как отличить учебные сирены, или нам на самом деле угрожает какая-то опасность? При учебном оповещении мы заранее оповещаем население через средства массовой информации. Звучат сирены, они включаются несколько раз, по городу, либо мы проверяем отдельно, точечно, какие-то там, одну, две, три сирены, по плану графику соответствующему. Ну, в любом случае, население необходимо включать, то, что я перечислил, телевизионный вещатель, либо радиоприемник. То есть лучше реагировать все-таки на каждый вот такой звуковой сигнал, не думать, что это просто учебная тревога? Конечно. Ну, мы в 2016 году неоднократно использовали не в учебных целях, а при угрозе вискновения чрезвычайной ситуации. Так у нас было основных пять включений. Это 4 июня в Лазаревском районе, когда в Хагапше произошла беда. Также 10 июня там угроза паводка была. 15 июня в августе месяце 31 сентябре, 23 числа, когда возникали угрозы возникновения смерчей над морем и переходы их на сушу, а также при угрозе паводковой ситуации, то есть при подъеме уровня рек. Ну, кроме сирены, какие еще есть способы оповещения? Может быть, СМС-сообщение через средства массовой информации или по дворам ходят сотрудники, может быть, если наводнение какое-то, предлагают покинуть дом, уйти на какое-то более безопасное место? Расскажите об этом. При угрозе вискновения чрезвычайной ситуации мы используем, как правило, весь комплекс. Это и средства информации, у нас используются и бегущая строка, и радио. По нескольким каналам. Три канала вещания телевидения. Мы предупреждаем заранее об угрозе радиоприемники, как я сказал, бегущая строка, а также при явной угрозе при подъеме уровня рек мы привлекаем также средства спасения федеральные органы. Это и ГАИ. И полицию, ППС, и пожарные службы наши, и службы спасения Кубань-Спас, которые на своих автомобилях также проезжают по территориям, которые подвержены угрозе. И в ГРО, как говоритель, также проводят оповещение. Предлагают покинуть территории, подготовить вещи, документы и так далее. В основном система оповещения строилась в советское время. Сегодня как-то сеть таких установок продолжает развиваться в городе. Со всех ли районов слышны вот эти звуки сирены сегодня? Да. В отличие от систем оповещения, созданных в советское время, в настоящее время на территории города Сочи, кроме региональной системы РОСЦО, существует КСИОН, комплекс системы экстренного оповещения населения. Это сирены речевые установки в количестве 18 единиц у нас созданы. Они не просто включаются как ревун, но и мы производим через них оповещения. Мы через них проговариваем, какие угрозы существуют, и порядок действия населения при этом. В настоящее время системы оповещения совершенствуются. У нас порядка 93% охвата населения системы оповещения, но мы продолжаем наращивание и совершенствование. Вы уже упомянули наводнение в Тхагапше, в частности, вот в июне произошло. Наводнение вообще нередки для города Сочи. Какие учения проводятся с населением, для того, чтобы они правильно могли действовать при ликвидации последствий, и как обезопасить себя, знали? В 2016 году на территории города Сочи было проведено 4 учения под руководством губернатора Краснодарского края, в том числе одна комплексная тренировка всероссийская в октябре, и всероссийские командно-штабные учения в апреле и ноябре месяце этого года, в ходе которых была дана оценка готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. Их готовность и готовность к практическим действиям. Мы также отработали практические мероприятия по вводным, учитывая сезонные риски. Значит, была проверена готовность сил и средств, готовность органов управления, а также слаженность управления и сил для ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе взаимодействие федеральных органов, краевых органов, муниципального звена сил и средств, а также объектовых. А что касается самих сочинцев, какое они участие в этом всем процессе принимали? Ну, мы проводим обучение населения через, как правило, на трех уровнях. Проводится обучение на трех уровнях. Это обучение руководящего состава на территории города Сочи, населения, а также подготовка сил и средств по предназначению, а также совершенству материальных ресурсов. Так, подготовку руководства мы осуществляем в Краснодаре, в государственном учреждении, учебно-методический центр обучения населения и информирования мы проводим через учебно-конституционные пункты, у нас их 30, а также мы выпускаем памятки, брошюры, плакаты, листовки различные, через средства, также средства массовой информации. Силой средства мы, как я сказал, тренируем также сочинского звена на различных тренировках и так далее. А также мы совершенствуем материальный ресурс. У нас имеется материальный запас определенный и финансовый резерв. Ну и еще землетрясения тоже характерны для нашего города, пусть небольшие, но подземные толщики люди ощущают. Многие по незнанию начинают жаловаться на то, что нас никто не предупредил, что будет землетрясение. Прокомментируйте. Да, к сожалению, у нас нет государственного мониторинга службы на территории города Сочи, которая бы определяла землетрясение. Это больше нам дает прогноз долгосрочный. Это Обнинский центр. На территории города Сочи бывают, ну как сказать, отзвуки каких-либо. Вот недавно у нас было тоже эпицентр в районе Туапсе был. И нам до Лазаревского района докатилось несколько баллов. Но, к сожалению, мы не можем это предвидеть. Вот прогнозы мы делаем, допустим, не мы, а государственные мониторинговые службы, и нам передают, мы также немедленно оповещаем население. Это в основном по погодным явлениям. Неблагоприятные и опасные явления, которые связаны в большей степени с паводками, с ветром, также со смерчей, с образованием смерчей, ну, подобных. То есть, сочинцы должны понимать, что не все в нашей власти, не все мы можем предугадать и предвидеть. К сожалению, да. Но надо быть всегда готовым по сейсмоустойчивости. Вот стараются у нас строители сейчас выходят на тот уровень, что, чтобы строить дома правильно. Ну, люди должны тоже понимать, при каких-либо толчках надо правильно действовать. На официальном сайте администрации города Сочи мы создали свой сайт в разделе «Деятельность». Там практически есть памятки различные для действия населения в той или иной ситуации, в том числе при землетрясениях. Вот мы там свод законов по гражданской обороне и червячаем ситуацию делали, а также практические действия наших спасательных служб. Фото, видеоматериалы представляем. Но пожары тоже характерны для города Сочи. Предлагаю сначала поговорить о природных пожарах. В летний период, да, высокая температура, возникают угрозы, да, очагов возгорания. Какую профилактическую работу проводите с населением вот в этой связи? К сожалению, да, у нас город территориально так расположен, что у нас многие населенные пункты примыкают к лесной местности, к национальному парку. В 2016 году у нас произошло за текущий период 230 пожаров. К сожалению, не обошлось и без гибели. Это 14 человек погибло. Хотя в прошлом году 16, но это не повод для сравнения, конечно же, на данный период. Есть пострадавшие у нас также снижение. 19 человек пострадало при пожарах. В мае месяце решением главы города был введен у нас особый противопожарный режим. Больших, крупномасштабных пожаров в сравнении с прошлыми годами, годами, извините, у нас не было. Когда мы в Лазаревском районе длительное время лесные пожары тушили, здесь оперативно быстро реагировали на возникновение пожаров в Адлеровском районе, в Хостинском районе, Барановка в частности. Но грядут новогодние праздники, и поэтому хотелось бы особое внимание обратить на то, что сейчас много различных осветительных приборов, фейерверков и так далее. И хотелось бы, чтобы население наше правильно использовало это все. И в том числе и обогревательные приборы сейчас наступают. Холода, так сказать, аномальная по всей России. В том числе и город Сочи у нас затронут. Несколько пожаров у нас произошло по причине неисправности электроприборов. Ну как обезопасить себя вот от таких пожаров? Можете несколько пунктов для наших телезрителей? Потому что очень много действительно сейчас обогреваются приборами. Температура достаточно низкая установилась в городе. Мы стараемся действовать совместно с надзорным органом. Это отдел надзорной деятельности города Сочи, МЧС России. Организовываем совместные проверки неблагоприятных таких семей. там, где дети. Это у нас мы прошли 290 таких семей. 99 объектов проверено. В том числе и сейчас, учитывая, что грядут новогодние праздники и в течение праздничных дней и выходных будет очень много людей, гостей у нас в горном кластере. Также совместно были проверены силы и средства, готовность сил и средств объектов горного кластера. Это Газпром, SWOT International, Роза Хутор. Многие объекты питания именно по пожарной безопасности. У нас также, я сказал, имеются памятки, брошюры. Ну, с отделом надзорной деятельности отрабатываются вопросы гостиничных комплексов, средств малого размещения, проверка пожарной безопасности. Ну, выписывают соответствующие предписания и штрафы. То есть, нужно быть максимально внимательным, использовать только исправные приборы, если обогреваетесь дома, допустим, ими. Ну, и в вашем управлении есть несколько подведомственных организаций. Одна из них, это Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи. Чем она занимается? Единая дежурно-диспетчерская служба в соответствии с концепцией 2015 года, созданная в городе Сочи, была раньше, занимается рядом вопросов. Это и безопасный город, и создание систем, и контроль систем оповещения, и население в экстренных ситуациях, в том числе и при каких-то либо коммунальных сбоях. Так, Единая дежурно-диспетчерская служба в круглосуточном режиме работает по жалобам населения. Это при отключении коммунальных каких-либо услуг проводит вызов дежурных бригад, взаимодействие с дежурно-диспетчерками, службами таких коммунальных структур, как Кубань-Энерго, Сочи-Горгаз, Сочи-Водоканал, Сочи-Теплоэнерго. Контролирует работу по ликвидации аварийных ситуаций и общается с населением соответственно при поступлении запросов дают разъяснение, что происходит, как производятся работы и также ориентировочное время устранения. По безопасному городу это у нас система видеонаблюдения, Единая дежурно-диспетчерская служба у нас 1538 камер в городе стоит именно выходящих в единую дежурно-диспетчерскую службу, кроме не считая дорожных камер, по которым мы осуществляем контроль безопасности города в местах массового скопления и особо таких социальных местах. Значит, также, я сказал, системы оповещения у них под контролем находятся, а также системы контроля уровня паводковых вод. У нас 48 датчиков гидрологических находятся на реках, которые мы отслеживаем в постоянном режиме уровень подъема воды до каждого сантиметра фактически. А как можно связаться с Единой петчерской службы, если, допустим, произошло отключение света, есть какие-то номера телефонов горячих линий? Телефон есть 262-22-98 или 262-22-82. Замечательно. Ну и в 2010 году в Сочи была создана муниципальная служба спасения. Вот чем было продиктовано ее создание? Какие цели и задач она решает? Ведь у нас есть и Кубань-Спас, и ЮРПСО, и МЧС. Зачем была еще такая городская служба спасения? Существуют определенные нормативы. У нас население, к сожалению, может быть, к счастью, наоборот, растет не по прогнозам. То есть, допустим, план по плану у нас не должно быть на сегодняшний день такого большого количества населения. 473 тысячи у нас на начало года было. И из расчета на существующее население должно быть определенное количество спасателей. У нас хорошая, очень сформированная группировка федеральных сил, это МЧС России, и пожарная охрана, и ЮРПСО, Южно-региональный поисково-спасательный отряд, в том числе три аварийно-спасательных отряда Кубань-Спас, это краевые силы, которые находятся в Лазаревском районе, в Адлерском и на Красной Поляне, также Лазаревского района. И центр у нас в основном перекрывает службы спасения. Это центральный район и Хоста, совместно с ЮРПСО. Это силы именно для немедленного реагирования на различные нештатные в том числе ситуации, в связи с ситуацией при чрезвычайных ситуациях. Служба спасения состоит по численности 69 человек у нас, из них 50 спасателей, есть водители определенные и соответствующая техника и первичные меры реагирования, как правило, у нас осуществляет служба спасения. А какая техника есть сегодня на вооружении у нашей службы спасения? Есть небольшие пожарные машины на базе НИФ, есть у нас и КАМАЗы, это термобудки для проведения эвакуации населения, также автомобили со специальными приборами и инструментами для первичного реагирования, это при авариях дорожно-транспортных происшествиях, либо вскрытие дверей, оказание какой-либо первичной помощи, как я сказал, уже тушение пожаров, в том числе на открытой местности. А в каких крупных ЧП они за вот эти 6 лет существования службы спасателей наши принимали участие? Очень большую работу в повседневной деятельности они проводят, не только в ЧП. В 2015 году при введении режима червячая ситуация регионального именно характера, служба спасения принимала участие в эвакуации населения, ликвидации вот этих наводнений различных, спилы повальных деревьев. Так вот, например, в выходные дни, когда у нас 3-4 декабря при сильных порывах ветра упало, фактически 203, там последствия тоже еще были, в последующем тоже падали деревья. Кубань спас, служба спасения города принимала участие в ликвидации именно этих аварийных деревьев оперативно. И благодаря этим оперативным действиям, координационным действиям созданного штаба в главе с главой города Анатоли Николаевич Пахомов, мы фактически не было заторов каких-либо других проблем. Оперативно ликвидировали на центральных улицах, автодорогах, а также в дворах. То есть можно сказать, что опыт наши спасатели из муниципальной службы спасения накопили уже солидный. Большой, конечно. Спасибо за интересный разговор, спасибо большое, что к нам сегодня пришли. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи. Владимир Кондратенко. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. «Счастлив». Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok